Что будет в новом эпизоде? Сможет ли Миран узнать о ситуации Рейян? Что будет между Дельшахом и Рейяном? Улучшится ли период между Мираном и Фератом? Смогут ли Азад и Ганул сбежать? Все и многое другое сейчас в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите узнать настоящее лицо Мирана и Дельшаха и отправить его из особняка, не забудьте поделиться нашим видео. Миран пытается сделать все, что в его силах, чтобы Рейян был счастлив. Рейян, с другой стороны, думает, что она доживает последние месяцы, хотя и с болью, и с восхищением наблюдает за Мираном. После того, как доктор сменился и Азра все узнала, ее мать Зехра услышала, что случилось с Рейян. Особенно Зехра с трудом удерживает такое положение Рейяна. В конце концов, Дельша, Азра и Зехра знают ситуацию Рейяна. Миран узнает, что беременность Рейян опасна, и это произойдет в ближайшее время. С одной стороны, Рейян борется с опасностью беременности, с другой, с провокациями Дельшаха. То, что он сказал в последней сцене, очень расстроило Рейяна. Однако, учитывая ребенка Мирана и Мута, он захочет сделать то, что говорит Дельша. В частности, Миран не будет иметь никакого смысла в этой ситуации, но Азра будет в курсе ситуации. Феррат противостоял Мирану по поводу его президентских выборов и того, что он сделал после этого. Хотя Миран не мог понять, что он сделал, мы узнали, что все это план. Так что эта ситуация навредит Феррату. Однако Азизи и Феррат играют против него, чтобы помешать играм Фюсуна. Феррат противостоял всем ради этой игры. Хотя ему очень неудобно в этой ситуации, никто, в том числе и Миран, пока не узнает. С другой стороны, после тайного брака Азада и Генюля, Фюсун провоцирует Джихана, который уже очень зол, против Мирану. Азад и Генюль прикидывают, как тайно сбежать из Медьята. Как известно, Азад, Танцута Шамлар и Генюл, Оеону Стаси покинут сериал, новости были вокруг уже давно. Похоже, что это произойдет с этим браком и планом побега. Давайте посмотрим, что произошло в этом эпизоде. Дельша в таком плохом состоянии, что теперь она враг Рейна. Он говорит, что не покажет Мирану найденный им отчет, потому что хочет, чтобы Рейн умер. И в этот момент подходит Миран и слышит, как Дельша говорит, я хочу, чтобы ты умер, что сказала Рейна. Когда Миран слышит это, он шокирован и просит объяснению своей матери. Дельша снова дает Мирану клончивые ответы и сбивает ее с толку. В этот момент приходит Зехра и идет по Дельше. Миран пытается войти и разделить их. Хазарда, который слышит крики, приходит, участвует в дискуссии и занимает позицию в пользу Дельша. С другой стороны, Азизе Фюсун заводит разговор. Азиз говорит, что Джихан опасен. Но Фюсун говорит, что для меня это не очень важно, и уходит. Они думают, что Хазара и Миран Дельших нужно лечить и отправлять туда, где они находятся. Дельша тайно слушает, притворяясь, что потеряла сознание вместе с ними. После того, как Миран уходит, он пытается запутать Хазара и сделать его враждебным Азизу. Однако, несмотря ни на что, Миран с Реяном. Однако некоторые вещи Миран все же подозревал. Ферад и Зенеп теперь вместе. Они готовятся к свадьбе. Однако Зенеп Ферад не хочет, чтобы недавние события разлучили ее с Мираном. Ферад, с другой стороны, принял Ятфу Суна в свои вены. Когда она рассказывает Эсмайи о том, что случилось со святой, в комнате думают, что Ферад поступал неправильно и что фамилия Асланбей отравила ее. Дельша не только вмешивается между Реяном и Мираном, но также разрывает отношения между Хазаром и Зихрой. Дельша готова на все, опасаясь потерять дочь. Потому что между Азрой и Фюсуна это совсем не нравится. Визит к врачу Реян очень обеспокоил Реина. Потому что боится, что отчет выйдет. Дельша отравляет особня Кумут, как змея. Хотя Миран не видит коварного взгляда под этой улыбкой, Реян видит это. Фюсун позвал Азру на обед. Хотя он постоянно говорит, что все делал за него, он постоянно огрызается Ереном. Ферад и Зияне приходят домой, чтобы сказать Азме, что хотят пожениться. Эсма и Азизе здесь. Когда Ферад говорит, что я скажу что-то важное, а Эсма говорит, что я знаю, если вы собираетесь сказать о президентстве, все расстраиваются. И они уходят, не успев сказать, что хотят пожениться. Затем приходит Азра и говорит Азизу, что они говорили с Фюсун. Когда он говорит, что хочет, чтобы он остался с Фюсуном, Азизе говорит, что прямо сейчас такого быть не должно. Азад и Генюль, напротив, с каждым днем становятся все ближе друг к другу. Их любовь велика, и они хотят быть вместе. Миран и Реян стараются проводить время вместе. Хотя Реян хочет сделать что-то для Умута при каждой возможности, Миран говорит, что они что-то сделают вместе. Ферад начал хорошо привыкать к своей президентской работе. Он хочет проявить себя, встречаясь при каждой возможности и объясняя свои идеи другим членам. Тем временем на встречу приходит Фюсун и говорит, что он поддержал Ферада на пост президента. Все удивлены такой ситуацией и понимают, почему Ферад так поступил. В то время как Миран и Хазар отвергают идею Ферада, другие участники принимают ее. Таким образом, это проблемное решение принято большинством голосов. Когда Реян идет к своему новому врачу, она видит перед собой Азру. Он не хочет сначала проверяться на Азру, потому что знает, что все поймет. Однако, когда Азра просматривает отчеты, она видит ситуацию с Реяном, и комната немедленно просит забрать ребенка. Но Реян просит ее никому об этом не рассказывать. Реян хочет что-то оставить, потому что знает, что рождение опасно и что она может умереть. Поэтому они путешествовали с Мираном по туристическим местам медиата и сделали много фотографий. В конце дня Миран делает Реян большой сюрприз и приводит ее в магазин свадебных платьев. Сначала он снова делает предложение, а затем говорит Реяну, что у него снова свадьба. Реян очень этому рада, плачет и выбирает свадебное платье. Фюсун продолжает распространять зло. Чадо Глу приходит в свой особняк и говорит ему, что Азад и Гинюль вместе. Джихан очень злится из-за этого инцидента и очень злится на Азада. Он говорит, что им не нужна эта работа, потому что они слышат от Фюсуна, и что он не может жениться на Асланбии, и бьет Азада по щечиной. Тем временем приходит Миран и хочет вмешаться и вложить деньги. Реян становится хуже, когда она завтракает на улице с Азрой и ее матерью Зехрой. Азра немедленно отводит Реяна в сторону и говорит ему быть осторожным, иначе она может умереть. В этот момент их слышит Зехра. Она очень реактивна и однозначно заявляет, что этот ребенок не должен рождаться. Однако Реян заявляет, что этого ребенка она точно не возьмет. Когда Фюсун сообщает об особняке Чадоглу, особняк почти разрушен. Хотя Джихан говорит, что не допустит этого брака, Азад говорит, что женится на Генюле. Точно так же Фюсун рассердился на Генюля в особняке. Однако Генюля очень сильно реагирует на Фюсун и говорит ему не мешать ему. Когда Зехра узнала, что случилось, она очень расстроилась. Это было очень плохо, потому что ничего нельзя было поделать. Делша продолжает беспокоить Реяна при любой возможности. Зехра больше не хочет оставлять Реяна в покое, так как она знает истинное лицо Дельша. Как только Дельша беспокоит Реяну, она противостоит ему, мило ругает Делшаха и выгоняет его из комнаты. После этого она умоляет Реян забрать этого ребенка, но Реян не сдается. У Азада проблемы с Мираном, и они вместе попадают в беду. Когда Миран приходит домой, он видит Азру во время изучения отчета Реяна и забирает его. Собираясь его изучать, он рассказывает о свадьбе и оставляет дело. На следующий день Миран и Реян идут вместе, чтобы присутствовать на свадьбе Азада и Генюля. Они поженились тайно от всех, и теперь Азад и Генюль тоже женаты. И они вместе отмечают эти счастливые дни и делают много фотографий. Когда Азад и Миран разговаривают вечером, возвращаясь домой, Джихан слышит и угрожает Мирану. Хотя Азад и Генюль планируют поехать после свадьбы Реяна и Мирана, они очень обеспокоены. А теперь все пришли на свадьбу. После красивой речи Миран снова делает Реян предложение. Реян принимает это приятное предложение, кричат Ада. Сначала они играют в Рея Хани, затем фотографируются, снова играют в игру и проводят очень приятную ночь. В следующие часы на свадьбу приезжает Азиз. Все в шоке, особенно Дельша очень недовольна прибытием Азиза. Когда приходит Азиз, Реян приветствует ее первой, и Азиз говорит ей, чтобы она приняла меня как бабушку. Реян очень рада искренней просьбе Азизе и приветствует ее, говоря, добро пожаловать, бабушка Айше. Напряжение в окружающей среде уходит, и они снова начинают играть в игровой эфир. Азад и Генюль покидают свадьбу без всякого понимания. Однако Джихан и Филсун также спорят с Азадом по поводу Генюля. Филсун дал Джихану фотографию, сделанную после свадьбы, и тщательно его спровоцировал. Несмотря на то, что Дельша находится на свадьбе, ей все еще неудобно, и она пытается сбить с толку Реян. Поэтому, когда он сказал Реян, я выйду замуж за Азру и Миран после того, как ты умрешь, и ты поможешь мне, Реян застыла на месте. А пока мы подошли к концу нашего видео. Вы можете поделиться нашим видео с друзьями и позволить им следить за тем, что произошло в Херкае. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. До свидания.